Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Карты, деньги, два ствола, 1998 года. Четверо молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матёрым преступником, известным по кличке Гарри Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч, на уплату долга ему дали неделю. В противном случае и ему, и его спонсорам каждый день будут отрубать по пальцу, а потом... Чтобы выйти из положения, ребята решили ограбить бандитов, решивших ограбить трёх ботаников, выращивающих марихуану для местного наркобарона. Но на этом приключения четвёрки не заканчиваются. 12 друзей Оушена. И снова гангстер Дэнни Оушен собирает свою банду профессиональных грабителей и мошенников, в которой появились и новые лица. На этот раз они задумали провернуть три ограбления в крупнейших европейских столицах. Возможно, для этого банде придётся разделиться на три группы. Тем временем, владелец казино Терри Бенедикт, которого Оушен со своими приятелями обчистил в Лас-Вегасе, жаждет мести и буквально висит у них на хвосте. Он зол и пытается настигнуть банду, за которой также охотятся агенты Европола и единственный французский конкурент по имени Динер Джекет. Фокус 2015 года. История об опытном мошеннике, который влюбляется в девушку, делающей первые шаги на поприще нелегального отъёма средств у граждан. Отношения становятся для них проблемой, когда обнаруживается, что романтика мешает их нечестному бизнесу. Тринадцать друзей Оушена Новая глава о криминальных похождениях Дэнни Оушена и его команды талантливейших мошенников в Лас-Вегасе. У Дэнни Оушена и его команды могла быть только одна причина, по которой они готовы провернуть самое амбициозное и раскованное ограбление казино в их жизни. Ради защиты одного из своих. Когда безжалостный владелец казино Уилли Бенк представляет одного из некогда одиннадцати друзей Оушена, а именно Рубана Тишкоффа, Дэнни и его верным соратникам ничего не остаётся, как вновь объединиться, чтобы проверить, по силам ли им всё ещё сорвать банк. Иллюзия обмана. 2013 года. Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР. Ограбление по-итальянски. Джон Бриджер всегда умел спланировать идеальное ограбление. Вместе с своей командой опытных бандитов он провернул не одно дело, но теперь решил уйти на покой. Впереди у Бриджера последнее задание. Кража золотых слитков, в которых принимает участие инсайдер Стив, водитель Роб, взрыватель Левое Ухо, технарь Лайл и Чарли, верный друг Бриджера и второй планировщик в их команде. Ограбление, изящное и быстрое, было разыграно как по нотам, но после его завершения веселье преступников было омрачено предательством. Ни пойман, ни вор. 2006 года. История крутого полицейского, детектива Фрезьера, который сталкивается на узкой дорожке с хитрым грабителем банков Долтоном. Их противостояние выливается в напряженную драму с захватом заложников. По мере того, как развивается эта игра в кошки-мышки, на горизонте появляется еще одна загадочная фигура. Брокер Мадалина, роль которой, в разворачивающихся событиях, остается до поры до времени совершенно непонятной. Мадалина вносит еще больше хаоса и нестабильности в и без того чрезвычайно хрупкую ситуацию. Афера Томаса Крауна 1999 года. Миллиардер Томас Краун, присвященный финансист, похищает из крупного музея картину Моне стоимостью в 100 миллионов долларов. Кэтрин Беннинг, следователь страховой компании, должна поймать его. Большой куш. Четырехпалый Фрэнки должен был переправить краденый алмаз из Англии в США к своему боссу Эви. Но вместо этого наш герой попадает в эпицентр больших неприятностей. Сделав ставку на подпольном боксерском поединке, Фрэнки попадает в круговорот весьма нежелательных событий. Вокруг героя и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна, русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать большой куш. «Принимай меня, если сможешь» 2002 года Фрэнк Эбегнейл успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на пассажирской авиации и все это до достижения полного совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане и жульничестве, он также обладал искусством подделки документов, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым чекам. Агент ФБР Карл Хенрити отдал бы все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к ответственности за свои деяния, но Фрэнк всегда опережает его на шаг, заставляя продолжать погоню. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok